Музыка Тема сегодня будет много Тема будет насыщенная Тема, которую даже не любят Многие коллеги-врачи Выглядите правильно Не надо ничего бояться, потому что мы не будем возбудить биохимии Хотя немножечко придется этого коснуться Хорошо? Для того, чтобы понимать, как работает наше тело Немножечко копнем поглубже Но постараемся не делать это Как на лекциях по биохимии Это очень интересный предмет Но не для всех И сегодня давайте с вами ответим на такие вопросы Что такое ферменты? Это вот о чем я буду говорить сегодня Их роль в организме человека Классификация этих ферментов Строение ферментов, что такое компакторы Опять-таки Роль ферментов в системе Anti-Age Вчера затронули тему молодости Сегодня будет ее продолжать Так? Для кого тема молодости актуальна? Для нас веще Вот, смотрите Общее Полхозное – это ничьё Поэтому параллазы часто Когда говорить о всем Нет такого Конкретно только каждый для себя может взять Всем не работает Да? Как оказалось Пищеварительный конвейер Это очень важная тема И что такое составляющая ферментного барьера В нашем кишечном барьере Почему это важно? Метаболические ферменты Ферменты дыхательной цепи Антиоксидантные ферменты Управление активностью ферментов Системная энзимотерапия Аутофагия Энзимодиагностика И все это в час двадцать Да? Каждая тема занимает несколько часов Но мы постараемся Все быстренько сегодня проговорить Итак Вот она К тому же гинеколог, да? Мужчина гинеколог Итак, смотрите Ферменты Вы должны понимать Что это в первую очередь белки Это группа белков И их задача Невероятная возможность Ускорять биохимические реакции То есть это ускорители Мощные Они расщепляют Разрушают ненужное И синтезируют то, что необходимо Без ферментов Наш метаболизм Не функционирует Ничего не нравится Катализаторы Это те вещества Которые усиливают Химическую реакцию Да? О катализаторах Тоже немножко Поговорим При этом сами катализаторы В ходе химической реакции Не участвуют Они являются мощными Ускорителями И отличие ферментов От других катализаторов Иногда не только ферменты Уступают катализаторами Ферменты Наиболее мощные В направлении Ускорения всех Реакции Еще раз говорю У них есть выраженная Специфичность действия Они привязаны К конкретной Задаче То есть Каждый фермент Выполняет что-то свое Мы способны Наше тело В первую очередь Само Способно регулировать Их образование Их работ И ферменты Очень чувствительны Это такие Балованные ребята Которые Очень чувствительны В температуре Тело СПОР Среды И когда мы говорим О том Что тело Существует В режиме гомеостаза Это очень важно И когда мы начинаем Работать Желудочно-кишечного Трактового Поддержания Гемиостаза Когда мы работаем С кровью С лимфой Это все То о чем вчера Начинали рассказывать Сейчас мы немножко продолжаем Ферменты Есть два термина Первый Это происхождение Латинского Ферменты Есть Происхождение Греческого Энзимы И то и другое Вы знаете Слышали такие названия Энзимы 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 Это захватство Знакомое Во многих народах Это используется Тысячелетиями Люди намного Обратили внимание Что допустим Квашеные продукты Улучшают Метаболизм Да Улучшают Пищеварение Есть народы Где Давно заметили Где Плохо Немножко С растениями Что Кисломолочные продукты Улучшают Пищеварение Это все Системы поражения Образования Ферментов То что Помогает нам Легче Жить Дольше Но не всем Есть еще Этические Особенности Народом Смотрите 10 8 10 12 Это Вот 10 8 10 12 Почему Это Скорость Которой Во сколько Раз Ферменты Могут Ускорять Биохимические Процессы Да И Вот Допустим Каталаза Которой Вы вчера Немножко Слышали Которая Невероятно Важна Цепле Крепса Дыхательной Цепи Каталаза Фермент Лена Вахтин Об этом Говорила Она Видите За секунду Превращает Десятки Тысяч Молекул Перекиси Которая Вредна Для Мембран Обратно В водород И воду Очень Мгновенно Быстро Десятки Тысяч Молекул Скорость Самих Ферментов Работы Самих Ферментов Она Тоже Невероятно Разная Количество Реакций Которые Они Могут Выполнить Допустим Фризоцин Который Действует По Стерта Он Среди Выполняет Порядка Тридцати Функции Минут Много? Много И та же Акаталаза Десятки Тысяч В секунду Да То есть Все очень Относительно У всех Ферментов Свои задачи На сегодня На сегодня Может быть Что-то Появится Еще Порядка Трех тысяч Фегментов Которые Уже Обнаружили И доказали Что они В нашем теле Существуют На уровне Генома В генотипе Все закодировано Это невероятно Важно Потому что Ферменты Производятся Непосредственно Через Геном ДНК Дает команду Приезжают Транспортные Белки Берут Матрицу Снимают Слепок Раскручивают ДНК Берут Одну ДНК Знаете Такая двойная Цепочка Они Раскручивают Одно Оставляют Снимают С нее Точный Слепок Один К одному Все Последовательно Всех Всех Аминокислот Дальше Транспортируют Это все Рибосомы Там Целая Фабрика В клетке И потом Уже Эти Рибосомы Производят Точно Такой Фермент Который Заказала Конкретная Клетка В конкретном Органе Для Уполнения Конкретной Функции И это Все Происходит В доле Секунды Такой Невероятной Организации Как в Геологическом Теле Человека Пока Еще Люди Не добились Ни На одном Производстве Если Когда Это Произойдет Мы с вами поговорим Как Все Такие Приблизить Биологический Возраст Человека К реальным Ожиданиям Да Какой Средний Биологический Возраст Должен быть Правильно 120 лет 18 Это Грустно Если 18 Средний Тогда Это Не повезло Да Но Вообще Средний Возраст Человека Должен Должен Действительно 120 Но К сожалению Мы Таких Людей Знаем Я Никого Не знаю Может Мало Но Я То есть За 100 Есть 120 Это Редкая Единица Согласны То есть Смерть Не бояться Не надо Об этом Тоже Говорили Все равно Все Урут Это Как У Докторов Я Свои Анекдоты Доктор Я Уру А Как Ж Это Нормальный Процесс Физиологический Жизнь Смерть Они Идут Рядышком Но Вопрос Качества Смерти Вопрос Как Мы Будем Доживать Наш Возраст Впущенный Сверху И Чтобы 120 Закончить Не в памперсах На своих Ногах Желательно Понимая Что ты Делаешь Потому что Такие Болезни мозга Как Альгеймера Тоже Перспектива Когда люди Просто Не помнят То нет Пошел И Прикиснет За Друга Поэтому Альгеймера Тоже Надо Правильно Работать И Ферменты Кстати Очень Помогают Работать С болезнью Альгеймера То есть Каждая Молекула Ускоряет Реакцию Тысячи Раз Они Уменьшают Энергию Активации Не требуют Такого Количества Энергии Биохимический Процесс Резут Эльментов Как Если Убрать Потому что Без Отсутки Эльментов Биохимические Процессы Тоже Возможно Но Они Будут Протекать Очень Долго И Очень Энергозатратно Вот Поэтому Это Такие Цепочки Политисидные Белков Это Может Быть Несколько Цепочек Это Может Быть Одна Цепочка Но Это Всегда Белковые Полтицы Поэтому Надо Понимать Для Того Чтобы Организм Синтезировал Ферменты А все Ферменты Короткоживущие Субстанции Они Не работают Вечно Фермент Выскочил Отработал На Утилизацию Перерабатывается Организм Вынужден Производить Постоянно Новые Ферменты Надо Понимать Чтобы Он Производил Ферменты Надо Обеспечивать Его Сырьем Да Чтобы Были Полны Сырьевая Ваза Была Обеспечена Сырьем Является Белок О количестве Белка Чуть Поговорили Да Какой Белок Есть Тоже Немножко Погравим То есть Смотрите Все Деотимические Реакции Наши Человеческого Тело Протекает В Присутствии Ферменты Они Способны Управлять Синтезом Разрушением Сладнейших Веществ Это тоже Крайне Важно Ферменты Принимают Участие В зрительном Слуховом Восприятии Ферменты Обновляют Леточный Состав Ферменты Отличают За Аутофагию Ферменты Отличают За Немножные Реакции Ферменты Отличают За И так Бесконечно Можем Продолжать Все Потому что Наш мозг Энергообеспечение Аклета То есть Вообще Смотрите Жизнь Можно Определить Как упорядочную Ферментную Реакцию Без ферментов Жизни Не будет Это действительно Снимки Ферментов Которые Сделаны На Современных Оборудованиях Они Невероятно Красивы Они В цвете Хорошо Выглядят Это Совершенно Разные Субстанции Которые Могут Выглядеть Изометрически По-разному Да Эдлан Хоуэлл Это Современная Энзимотерапия Энзимотерапия Существует И она реально Очень эффективна Если понимать Что вы делаете И зачем То Он Доказывает Что Количество ферментов Отпущенное На нашу жизнь У всех Ограничено Соответственно Нельзя Безобразно Отношиться К состоянию Собственного Кишечника Пихать туда Что Вкусно Постоянно Загружать Ферментные Ваши системы Делать Все возможное Чтобы часто Болеть Тем самым Опять-таки Загружать Ферментные Системы Их максимально Быстро Расходовать Соответственно Наступит Точка невозврата Когда ваш Организм Перестанет Образовывать Достаточном Количестве Ферментов Он просто Устанет А если он Устанет Что произойдет? Нет ферментов? Game over Жизнь закончена До свидания Долго Мы не проживем Классификация Ферментов Пищеварительные Ферменты Понятно За что Не отвечают Целая Система Желудочно-кишечного Тракта Которая Отличает На то Чтобы Стереть Генетическую Информацию С наступившей Желудочно-кишечный Тракт Чтобы разделить Это на составляющие Только потом Усвоить Потому что Организм не усваивает Кушок курицы Не может Это будет чужой белок Будет Аутоэрминологическая Реакция Если такое Произойдет Будет Аутоагрессия И так далее Соответственно Он должен Продолжить Даминокислот Это сложный Процесс На каждом этапе Пищеварения Свои ферменты Работают И соответственно Потом уже Мы всасываем Аминокислоты Жиры соответственно Мы раскладываем Три глицериды До простых Моноглицеридов Жирных кислот Всасываем Сахара Любые сахарные цепочки Полисахариды Олигосахариды Мы все равно Раскладываем До всего лишь Двух сахаров До каких? До трех Лактоза Глюкоза Фруктоза И Точно Галактоза Потому что Лактозу тоже Раскладываем Лактоза Это сложный Сахар Не сложно Это диссахарид Состоящий Глюкоза И галактоза Кстати о молоке Видели этикетки Беззлактозное молоко? Почитайте этикетку Очень интересно Оказывается Беззлактозном молоке Практически Всегда находятся Глюкоза И галактоза То есть Лактоза Которая Разложена На два сахара То есть Это тоже Только профиль Только немножко Снижены ферментные Запраты И Считается Что это уже Безлактозное молоко То есть Этикетка Очень интересно Может рассказать О продукте Если все-таки Читать А кто читает Этикетки Мелкими буквами Все что написано Вы просто Продвинутые Пользователи Метаболические Ферменты Ну Метаболических Ферментов Невероятное множество Все наши Реакции Нутриклеточные Они Катализируют Немножко Мы поговорим О вариантах Ферментов Которые у нас Существуют И пищевые ферменты Это тоже Крайне важная Субстанция Которую мы Должны С едой Потреблять И эти пищевые Ферменты Растительного Либо животного Происхождения Могут нам Помочь Разгрудить Наши собственные Образовательные Процессы Для того Чтобы сэкономить Энергию И сэкономить Наши родные Ферменты На потом Понятно То есть Есть продукты Которые помогают Нам быть молодыми Это Какие ферменты В человеческом теле Двух ферментов На сегодня существуют Метаболические Вообще Что происходит Как они выглядят Оксиридектазы Вот об этом Мы чуть-чуть Говорили вчера Они катализируют Перенос электронов Непосредственно Окисление Или восстановление Внутри клетки В частности Метахондрия Пример каталаза О которых говорили вчера И знакомый фермент Каждому славянину Алкоголь И гидрогеназ Знакомый? Знакомый Особенности Вот очень удивительный Фермент Алкоголь И гидрогеназ Например Он способен Так Плацета льды Превращать В пиловый спирт Это очень токсичное Вещество Так и обратно Это токсическое Вещество Которое Если оно накапливается А специфика Населения Показывает Что иногда Оно накапливается Превращать обратно В пиловый спирт Это связано Похмелье То есть Когда похмелье И народ выпивает Что-то выпивает Он возвращается Активно Активирует Образование Эпилового спирта И Эх На старое дрожжи Все сначала Да Но То что для русского Хорошо Для немца Смерть У него Эффективность Алкогольки Гидрогеназа В разы снижена То что для немца Смерть Для чукчей Они вообще вымерли Да Вы знаете Что у чукчей Этого фермента Практически не было Он был неактивен Потому что Они не употребляли Алкоголь И когда Белый человек Дошел До этих земель И водка Стала Отменным товаром В течение Одного поколения Двух Вымерла Целая народность Потому что Их водка Просто физически Уничтожила Поэтому Почему? Потому что Не было фермента Была фермент Апатия И был продукт Который превращался В яг Организм не мог Его разрушить Детоксицировать Поэтому ферменты Это очень важно Это как бы пример Трансферазы Это то Что непосредственно Должно взять Какое-то вещество И отнести туда Где оно необходимо Для образования ферментов Либо сам фермент Транспортировать Либо транспортировать Какой фермент Трансферазы занимаются Это логистическая группа То есть логистика Гидролазы Гидролазы Это самая большая группа Ферментов Человеческого тела Больше 90% Всех наших ферментов Это гидролазы Это ферменты Которые делают две вещи Расщепляют То, что к нам поступило Либо расщепляют То, что организм отработал И то, и то Гидролазы должны расщепить Либо должны расколоть напополам Либо есть гидролазы Которые откусывают Именно кислоту С хвостика по кусочку С дубами Прямо отгрызают Но суть та же Надо все переработать Растворить, вывести Примеры этого Стеразы, пепсин Крепсина, мелаза И так далее То есть ферменты Желудочно-кишечного тракта Гидролазы там наиболее Ярко выраженные Представлены Лиазы Катализируют Разрыв химических связей Без гидролиза То есть они образуют Такие двойные связи Если есть необходимость И они участвуют В обратных реакциях Когда на что-то Рассунули Изомиразы Это ферменты Которые меняют Конфигурацию Молекул Просадственную Опять-таки Это для того Что вы смотрите Каждую клеточку На каждом рецепторе Как ключик и замочек Каждого фермента Есть Походит только Определенное вещество Да Есть ферменты Которые Действуют на несколько Веществ Вот изомиразы Помогают Быстренько перестроить Для того Чтобы могли подойти К тому веществу Которое Достаточно агрессивно На нас действовать Его съесть Растворить Поучаствовать В переработке И синтетазы Это все то Что синтезируется Когда надо что-то взять Синтезировать Дальше Ну То, что мы с вами говорили Либо сомат Синтезируется В частности ферментов Зависит Да Ну Сейчас будет легче Не переживайте А ферменты Да Я говорю Блехимии не будет Ну Немножко Мы ее коснемся Поверьте Если ее касаться Глубоком Принцип Ключ Всегда есть Голковая часть фермента Всегда есть Активный центр Всегда есть Субстрат На который действует Фермент И очень часто Кофермент Который усиливает Реакцию То есть Связывает субстрат Усиливает реакцию Ускоряет этот процесс И тогда этот комплекс Уже начинает Активно работать Очень важно Влияют на энзимы Мы уже говорили Температура PH И различные ингибиторы Они тоже существуют Пример Вот смотрите Это температура Заметьте При какой температуре Наиболее активны Все ферменты Нашего тела Какая температура тела Вот они все Активны От 35 До 40 Все в этом пределе Как только Мы перешагиваем За 40 Активность С ферментом Начинает снижаться Когда вы уезжаете В жаркие страны Допустим В пустыню И вы идете пешком Долго И вы не остываете И не пьете воду И так далее Ваша ферментная Активность Всех систем Начнет снижаться И вы умрете Даже Не факт Что от обезвоживания Быстрее Чем от фермента Потеет Понятно То есть они просто Выключаются Когда температура Снижается ниже нуля С каждым градусом Снижается 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 мороз Почему человек На морозе Не может долго находиться Потому что Ферментная система Работает в жидкой среде Если температура Минус нуля Да Как бы наше тело Не сопротивлялось С помощью теплообразования Все равно Начнет остылять Да Приходит Нуча К бабушке Бабушка Потрогала ему лоб Говорит Ну что У тебя температура Нет бабули Ты остываешь Да Чтобы мы не остывали С каждым годом Опять таки поговорил ПАЖ Опять таки Смотрите Каждый фермент Работает Выплодит своего ПАЖ Есть фермент Пепсин Это фермент Желудка Да Который грубо Как топором Раскалывает белок Просто Бум На части Да Какая ПАЖ Видите где В районе В районе Двоечки Это выраженная Кислая среда Здоровый Кислый ток Имеет выраженную Кислотную Такую базу Да Основу И гипооцидный Гастейд Это очень Нехорошо Когда кислотность Снижена Многие функции Нарушаются Допустим Трипсин Это фермент Поджелудочной Железы Смотри Какая ПАЖ 7-8 Почему Где он работает В двенадцатиперстной Кишке Двенадцатиперстная Кишка Имеет Слабо Щелочную Сведу За счет Того Что Производится Бикарбонаты Которые Туда Выделяются Меняется Смотрите Кислотность На слабую Щелочь То Что Не убило Кислота Должно Быть Дорастворено Щелочью Там активируются Свои ферменты Щелочная Фосфатаза Еще более Смещается В щелочную Среду Обратимые Ингибиторы Это то Что может Выключать Ферменты Мы немножко Сегодня поговорим Что из еды Может выключать Ферменты Двигание Есть Настоящие Есть Один Да не бойтесь Два Двигание Есть Такой Сразу Встал Заднего Ряда Рука Такая Смотри Нормальная Ситуация Просто Веганство Тоже Немножко Поговорим Какие Продукты Могут Для вас Опасы Потому что Это снижает Ферментную Активность И надо Понимать Как Готовить И Как Это Использовать Ничего Против Веганства Не имеют Хотя Лучше За здоровое Вегетарианство Это Более Физиологично Для Тем Кто Живет Здесь Тем Магинет Другой У нас В плавках Оттуда Не Походишь Сейчас Новорот Выйти Далеко Не Структура Ферментов Смотрите Есть Простые Примеры Вот Пепсин Трипсин Нуриаз Лизоцин Грибонуклеаз Фосфатаз Ферменты Которые Активируют Сложные Ферменты Как В частности Ионы металлов Которые Легко Меняют Собственную Валентность Они Легко Могут Отдавать Либо Забирать Электроны И Для Очень Многих Ферментов Невероятно Важными Являются Цинк Магний Маганец Железо Которое Ген Железо Медь Калий Натрий Кобаль Молитен То есть Это Металлы Которое Очень Нужно В нашем Организме В частности Вы знаете Что Концевая Стадия Созревания Коллагена Коллаген Знаете Что-то О молодых Чуть Чуть Говорим Коллаген Это Не только Морщина Коллаген Это Клапаны Сердца Коллаген Это Сосуды Коллаген Это Связки Суставы И так Дальше Соединительный Канематекс Да Вот Окончание Созревания Коллагена Есть Фермент Который В своем Составе Содержит Мед И при Дефиците Меди Этот Фермент Не работает Коллаген Не согревает Структура Соединенных Канем Меняется Может Сколько Угодно Кожа Глюкозамина Хандроекина Как Гликамина Гликана Вы думаете Что это Восстановит Ваши Суставы Если У вас Есть Нарушение Кишечнике Есть Дефицит Меди Никогда Очень Просто Если Знаешь Органические Соединения Кофферменты Вчера Тоже Говорили Самые Важные Это Конзин Кю-10 Его Вообще Заменить Ничем Нельзя Витамин А Портантеновая Кислота На Никодин Мид Гимиклюатид Фосфат Запоминать Не надо На Просто Есть Такие Клевые Активаторы Которые Производные Витамина ПП Которые Невероятно Важны В нашем Теле Вот Как Это Происходит Смотрите Меняется Структура Белка И каждый Фермент Он меняется Пространственную Конфигурацию Специально Для того Чтобы Выполнить Какую-то Определенную Задачу Это Не Просто Ниточки Белка Это Сложные Структуры Которые Производятся В нашем Теле Каждую Секунду В огромных Количествах Требуют Больших Энергетических Затрат И именно Кислотных Составляющих Если Есть Дефицит Витаминов Если У вас Есть проблема С антиоксидантами Если Есть проблема С метафондриями Если Вы Перегибаетесь В сторону Метахондриального Стресса Если Вы Не Занимаетесь Восстановлением Клеточных Мембран И Не Употребляете Здоровые Правильные Жиры То Рано Или Позно У вас Будет Происходить Дефицит Котором Это Нарушение Метаболизма И Дальше Образовываются Говорят В возрасте 20 лет Никакими Не связано Об этом Не говорят В исследованиях Ну почему Такая эпидемия Рака Во всех Странах В молодом возрасте Почему Не было 20 лет А сегодня Есть Говорят Было Это Диагностика Улучшилась Возможно Но Умирают Экстерилиз Вот Витаминные Комплексы Они Схематические Вот этот Комплекс И вот К сожалению Не проси И вот Об этом Говорил Олег Этот Комплекс Целенаправленно Изготовлен На поддержку Среди Сосудистой Системы Этот Изготовлен В первую Очередь На поддержку Нервной Системы Вот Этот Комплекс Остаплюс Он на поддержку И нервной Системы Офорно-двигательного Аппарата Это Те базовые Продукты Супер Комплекс Для всего И Вчера Об нем Рассказывали Что это То, Что Кормит Кишечник То, Что Содержит Кречатку Витамин Микроэлемента И так далее Это Специальный Комплекс Который Содержит Крепараты Железо Дозировка Рассчитан Для деток Для Деток Детям Было Интереснее И Солстик Энерджи Это Такой Продукт Которые Ну Которые Кто любит Солстик Энерджи Ну Вот Посмотрите Которые Учитывая Современные Тенденции Люди Употребляют Правильно Правильно Любите Солстик Любите А кто Заменил Солстиком Кофе Ага Ясно И чай Замечательно Сейчас Полюбите Опять Кофе И чай Подождите Это не говорит о том Что Это надо Заменять Своей жизнью Вообще ЗОЖ Группа Ленинград Кто не смотрел Посмотрите Есть такой Клик ЗОЖ Посмотрите ЗОЖ Должен быть Умным Есть Перегибы На местах Иногда Народ Просто Непонятно Куда Встреет Несет Вот такие ЗОЖники ЗОЖники Смотри Смотри Что они едят Думают Господи Это Не то Что Даже Это Даже Не полезно Это Просто Кто-то Рассказал Что это полезно И так далее Это Я знаете В инстаграме У меня есть блог Я Пишу Блог Медицинский Пишу На тему Здоровья Я думаю Выставил Просто По поводу Ферментов По поводу ЗОЖ Что Должен быть Разумным Ну Это Показывается Если Вы Хотите Ультриц Которые Свежие Открыты Это Пожалуйста Если Хотите Брюс Ультриц Пожалуйста Пейте Это Сухой Брюс Вопрос Количества И Это ЗОЖ Это Ферментная Еда Которая Очень Полезна Но Не Каждый День Слушайте Этот Маленький Минутный Ролик Набрал Лайком За Один День Больше Чем Все Научные Леси Народ Пишет Наконец Что Нормальный Доктор Нужно Пить Шампанское Говорит Кто Что Услышал Я Не Говорил Что Надо Пить Шампанское Собрали Вечер Можно Это Пить Сустрисом Иногда Потому Что Можно А Потом Жизнь Когда Баня Мужики Русские Попарились И Попарились Мне Не Надо Было Доктора Запретил Разрешил Разрешил Ладно Это шутки Что А Одесс Одесс Много Теорий И Одна Из Помимо Собода Радикальная Которые Вчера Говорили Одна Нашим Монетет Соответственно Фермент Вдыхательной Цепи Метахондрия Дисфункция Метахондрия Это Электростанция Представьте В каждой клетке Тысячи Чернобылей Если Жахнет Да Мало Не покажется В каждой клетке Это не Одна Метахондрия В клетках Их Много Допустим В клетках Печени В среднем 2000 Метахондрии В каждой Клетке В клетках Сердцев Проверято 5000 Метахондрии В каждой Клетке А самая Лидер Вообще По количеству Метахондрии Это Яйцеклетка Потому что Невероятная Метатическая Активность Когда Произошло Оплодотворение Только за Дорогу За 2 дня Пока Яйцеклетка Идет Через Маточную Трубу К матке Оплодотворенная Она увеличивается В сотни раз Представляете С какой Сторостью Скорость Идет Метаболизм Почему Женщинам Я когда Вижу Девчонок Молодых Которые Коротких Платьев Вот В эту Погоду Сидят На бетоне Бутылка Пива У меня Истерика Кажданеколог Я понимаю Куда Это Приводит Потом Спаечные Процессы Не надо Много Хватит Одной Спайки Маточной Трубе Чтобы Была Маточная Деремена Не надо Сильно Болеть Достаточно Просто Чуть На бетоне Посидеть В морозе В Обтягивающих Снижение Ферментативной Активности Дальше Дыхательная Цепь Сказал И Антиоксидантные Ферменты Будут Окислительные Стрессы Будет Много Собудных Радикалов Да Они Уполняют Полезную Роль Когда Они Нужны Но К сожалению Учитывая Наш Ритм Жизни Учитывая Количество Сахаров Которые Мы Едим А Глюколиз Разрушение Глюкозы В частности Это приводит К огромному Образованию Радикалов То есть Радикалы Будут Разрушать Перегревать Мембран В частности Митохондрии И это Будет Провоцировать Их Преждевременное Разрушение Передайте Привет Почему Ферментация Нарушается Ну Первое Режим Питания У каждого Свой Но Он Расшир Большинство Большинство Какая Какая была Которая Забоевала Почти Все Римская Великий Рим Римская Империя Знаете Что каждый Легионер Делал себе Тарелку Сам По размеру По размеру Ладони Они Никогда Не Переедали У каждого Болоса Вот она Если Дядька Извините Два С половиной Плечи На коня На коня На На Кобыл Буком Неважно На Стрельно Дальше Смотрите Регулярное Переедание Это Большая Проблема Потому Что Переедание Когда Проводил Занят По Видам Угреводов Это Было Через Интернет И Какие Угреводы Катерина Работают Смотрите Колораж Это Не Одно И Тоже Вы Не Можете Не Переедать По Колоражу Но Можете Очень Сильно Переедать По И Конечным Продуктом Съесть Запустим 2000 Калорий В Качестве Растительной Пищи Длинного Длинных Волокон С мясом Допустим С белковой Пищей Которые Будут Требовать Высоких Энергозатрат Ферментных Затрат На То Чтобы Это Усвоить И Съесть 2000 Калорий В виде Шоколада И Пива Калории Одинаковые Только Энергозатрат Нет Это Сразу Лепить Клетку Сразу Куда Гликоген Гликоген Заполнен Жир Фруктоза Еще Хуже Фруктоза Никогда Не попадает Ни в одну Клетку Она Сразу Идет В печень Если Печень Фабрика Гликогеном Занята То Кто Зайдет Жир Всегда Поэтому Все Эти Обманы Клинон Сырок Кукурудный Сырок Это Безопасно Сахарный Сырок Кукурудный Сырок На Завтра Убьют Кто Не Кормит Кукурудный А Родители Просто Не Хотят Готовить Хлопья Молоко Это Дорога К Сахарному Диабету Дорога К Метаболическому Циндром Дорога К Резким Ферменто Патриям То Если Даже У вас Родины Был Диабетом Будет Подождите Не Будут Да Кто Не Болел Диабетом Нет Я Первый Дальше Злоупотребление Жирной Пищей Жиры Это Очень Важно Жиры Руки Это Очень Важно Но Злоупотребление Все Перегружать Свою Систему Если Злоупотребляете Алкоголем Фастфудом Это Будет Очень Плохо Один Гамбургер Вас Не Убьет Гамбургер Живание Нарушение Живания Это Тоже Надо Сейчас Не те Машины Как Действие Помните Как Все Боялись Затисов Потому Что Ксоматолог Уйдешь Кресло Ужин Был В школе Я Больно Дети Весело Ходят Лечат Зубы Детям Весело Даже Взрослые Себе Вставляют Зубы Тоже Ужигание Бриллиартов Клеивают Дальше Нарушение Функции Слинных Желез Тоже Может быть Проблема Если Вы Не Заботитесь Кишечнике Позволяете Себе Часто Болеть Часто Интоксикация Вы Неправильно Идите У вас Нарушение Кишечного Барьера У вас Будет Проблема С С Ферментами Желудочно Кишечного Тракта Не соблюдение Водного Режима Вы пьете Буду Да Конечно Как много Пьете Ну А сколько Надо Ну Действительно 40 мл На килограмм Веса Маленькими Дозировочками По 50 мл Каждые 20 минут Та нет Вы че Три литра воды В жизни Не выпьет А за футбольный матч Три литра Кива Ну это да За 45 минут За 90 Да Это легко Дальше Малоподвижный Образ жизни Это тенденция Малоподвижного Образ жизни Без этого Ну пусть Но нельзя Бесечь здоровье Если вы не будете Ходить То что Говорила Лектора Очень важно Хотя бы Кардионагрузку Хотя бы Три раза в неделю Да Ходить Если вам тяжело Где заниматься Спортом Если вы по ступенькам Не хотите ходить До работы Останавливайте За две станции Метро Свою машину Кто здесь живет Ну пешком Почему Съездить на машине Это Вырванные годы Все время Ходить пешком На метро Плохо ездить На машине Плохо ездить А пешком Можно не дойти Да Дальше Генетическая предрасположенность Но это уже ладно С этим ничего не сделаешь Это можно только поддерживать В заместительной терапии Ну и Ферментопатия Это как синдром При заболеваниях ЖКТ И хронических Посолительных процессах Будет снижаться Активность фермента То есть Есть Запас Фермента Мы живем Живем хорошо Снижается запас Фермента Мы живем Нехорошо То есть Да Это может привести К болезням И гибели организма Странно Куда там Основная задача пищеварения Вот смотрите Сколько вырабатывается Наших Желудочных И вообще не только Всех соков Слюна До двух литров в день Желудочный сок До двух с половиной литров в день Желчь До литра Я беру Максимально Панкретический сок До двух литров Сок тонкой кишки До двух литров Сок толстой кишки Ну чуть-чуть То есть смотрите Мы вырабатываем Ведро Пищеварительных соков С элементами Это как правило Превышает потребности Организма В разы Я не знаю Кто создавал систему Человеческую Нашу Биологическую Но Эта система Имеет невероятный ресурс Устойчивости Тот Шеклит так понимал Что мы будем нарушать Все что можно Поэтому у нас Невероятные запасы Всех Часто с экспериментом В том числе Это позволяет нам Пережить наше Неправильное поведение Относительно долго Жить Относительно долго Но все-таки Большинство умирает Семьдесят лет А это Это вообще не возраст Интересно Когда приезжаешь В какую-то страну Знакомиться С социальным укладом На стране на кладбище Рекомендую Там сразу Все что говорят в телевизоре Сразу Вы понимаете Соответствует Тому что что говорят Или на кладбище Все видно Там идешь И видно Сколько лет Средний возраст Современное кладбище Желательно Не старое Я в Хорватии поразил На кладбище Первый раз Приехали в Хорватию В Шимовском тогда И Идешь по кладбище Средний возраст На могилах 97 103 105 98 99 У нас это событие А там Кладбище Никто никогда не торопится Красное вино Яд рыбу Ну Не михами Да Чуть-чуть Что снижает уровень ферритина Интересно Оказывается Мы сегодня В том это Обсудили Есть чем Снижать уровень ферритина И оказывается Методики существуют И они Отработаны Оправданы Первое Ферритин Снижает Крепкий черный чай Черный чай Обычный Самый обычный Черный чай Если выпить Сразу после Кофе Крепкий Снижает уровень ферритина Прием препаратов Кальция Во время еды Снижает Все Всасывание Всего железа Которое В еде есть И это снижает Уровень ферритина Но не кальция Кальцифилат Кальцифилат Не конкурирует Это особенность Кальцифилатных Систанций НСП Что они усваиваются На раз-два Они не конкурируют С другими элементами А вот Коралловый кальций Конкурирует Поэтому Да, это снизит Ферритина Это для тех Кому надо И есть Суперметод Который Известно Известен Всем Правоопускания Донорства У женщин Есть особенность Правоопускания Физиологические С мужчинами Хуже Потому что Мужчин Чаще бывает Высокий уровень Ферритина И это плохо С этим тяжело бороться Если уровень Ферритина У вас 40-80 Это норма Я вас поздравляю Вы молодец Раз в полгода Сдавайте Если у вас уровень Ферритина Ферритина 80-100 Раз-два Раза в год 300-400 Млитров крови Стать на донорство Пожалуйста Если вы Как донор Не годитесь Ну то есть Печень Там Гепатит Перенесла Еще что-то Тогда Кровопускания Классная методика Пьяхты Тоже вариант Пьяхты Удобно Потому что И кровопускание На рыбалке Можно ходить Сучу вас А то кто-то пойдет Ла Понятно Если у вас Ферритин Выше 130 Кровопускание Она делает Каждый квартал Бой Как кровопускание Ставили Убеду Кровь Ничего Разрезать Не надо Это другой вопрос Это всегда надо Исследовать Смотреть на состояние Гемоглобина Насыщенность Эритроцитов Смотреть Что происходит Вообще С человеком Какая клиническая Картина И потом уже Поднимать решение Почему у него Высокий уровень Ферритина Безусловно Это комплексная Диагностика Если бы Не надо было Слушайте Клиническое мышление Формируется Десятилетия Да доктора Его не наработаешь За пять минут И после института Не попни Хотел Девочка Двустроить Интерно Покара Заканчиваем Интернатуру Я Слушайте Надо Я вас Приглашаю На курсе Про антресологию Надо Обязательно Пройти Вам На весь имя На клетку На все Она говорит Не надо Я все знаю Я говорю Оп Тогда Не подходите Не будем Основной Работать Я всего лишь 30 лет Медицине Я ничего не знаю Я все время Учусь Каждый день Каждый день Что нибудь Читаю Какие Нибудь Стати Чем Закончен Этот институт Знает Все Придешь Такому Доктор Он все Знает Может Выручил Сразу Ну как Поведет Уже Гидротический Фермент ЖКТ Протеазы Они Рубят Белок Тамино Кислот Липаз Работают Жирами Капабра Работают Углеводы Минокляда Работают Кайка Да И Вот Если Перечислены Какие Ферменты Можете Просто Сфотографировать Потому что Это Долго Рад Желудке Какие Ферменты Вырабатываются В Двенадцатиперстном Кишке Что Делает Поджелудочная Железа Что Ферменты Какие Ферменты Тонкого Кишечника Их Оказывается Очень Много Потому что Пищеварение Есть Полостное Есть Пищеварение Пристеночное Есть Пищеварение Мембранное Есть Еще Пищеварение Внутри Жидких Сред Крови Допереваривается Кое-что В Печени Допереваривается В Линхе Допереваривается То есть Огромизм Максимально То что Говорил Стирая Генетическую Информацию С Продукты Которые Мы съели Но Большинство Продуктов Переваривается Все-таки И Где-то От 2-5 Раз Больше Попадает Желудочный Кишечный Трак Вместе С пищевыми Соками Это Энтогенные Белки То есть Отработанный Материал Который С кишечными Соками Из крови Попадает Кишечник Опять Переваривается Опять Всасывается И опять Используется Поавширно То есть То что Мы съели И то что Мы получили Из себя же Вот то что Из себя же Белка Допустим Два раза Больше Чем того Что Вы съели Понятно Интересно То есть Это как Белок Рассчитывать Еще часть Белка Иначе Мы поумирали Учитывая Что сегодня Люди Пушают Они углеводные Большинство Людей Это углеводное Питание Соответственно У них Тотальный Дефицит По белку Я нам Буду Сегодня Говорить Не будем Повторять После 25 лет Кому 25 уже Есть Комментная Активность На 1-2 Процента В год Это Дизиолога Уменьшается Сама Щитовидная Снижение Активности Ферментов И это Происходит На Всех Всех Итапах То есть Наша Павшалудочная Вырабатывает Меньше 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 Единственное Что до конца Практически На высоком уровне Сохраняется Это Сахараза Потому что Сахару Очень много Надо С этим Поймать А допустим Лактаза Которая Лактозу Расщепляет Самая Большая Активность Ребенок У мамы У всех Людей Уже 25 Годов Снижается Возможность Правильно Перерабатывать Молоко Поэтому Кисловолочные Продукты Можно В какое-то Время Исуполнить Сдуки Улучшения Боли И самфорта И так далее А Цельное Молоко Лучшее Есть И так Хватает Чем Загружать Ферментную Систему Даже Если вы Переносите Их Хорошо Это Для тех Кто Любит Кофе С Молоком Капучино Любите Не пейте Филотин Это Не снижает Это Только Загружает Ферментные Системы Это Очень Вредный Напиток Вот Эти Салат Капучино Макиято Фраппе И так Далее Это Все Что Кушать Не Надо А Чем Это Отличается Всем Симптомы фермента Недостаточности Слушайте Все Что Угодно Человек Старается Допустим Есть правильную еду Заниматься Спортом И не худеет Бывает такое Ферментная 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 Надо смотреть Как им помочь Хроническая Усталость Это Не только Наточки Как Вчера Говорили Это Может быть Ферментная 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 Раздражительность Сонривость После еды Дефицит Веса Тоже Может быть Ферментная Ферментная Головная Боли Опять Мышечная Боли Которая Непонятная Боли В суставах Непонятная Темные Круги Под глазами Бывает Мешки Под глазами Тоже Бывает Ферментная 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 Угревая Сыть Кожная Сыть Запоры Поносы Чувство Дискомфорта В животе Изжога Отрыжка Заложенность Носа Отеки Много Просто При очень Большом Списке Заболеваний Возникает Энзим Апакил А теперь Немножечко О том Как мы Можем Энзимы Подкормить На рынке Ферментных Препаратов И порядка 40 Известных Сегодня Если Проанализируете Вот этот Препарат Который Называется Пищеварительные Сегменты То Аналогов По Величине Дозировки По составу На рынке Нет В чем Фишка Знаете Чем Отличаются Брамелайн И Папаин От Ферментов Животного Происхождения Вот Ферменты Животного Происхождения В частности Те Которые Работают С белками Работают Только В кислой Среде Папаин И Проголайн Они Работают И в кислой И в слабощелочной У них У брамелайна Если не ошибаюсь От Единицы До До Восьми А у Папаина От Единицы До Двенадцати То есть Разгон Очень большой Можно Работать Реально Классная Составляющая Но Бычная Живот Это Очень Важный Активатор Ферментов Поджелудочной Железы Альфамилаза Это Фермент Непосредственно Поджелудочной Железы То Что Защелачивает Именно Донстеперстную Кишку Панкреатин Пепсин На самом деле Мощнейший Продукт Заметьте Протазная Активность То Что Расщепляет Дырки Триста Тысяч Дениц Капсуля Амилазная Активность Тридцать Тысяч Дениц И еще Филипазная Активность То Что На жире Действует 15 Дениц Это Очень Мощная Пробода Печеварительные Ферменты Лучше Принимать Во время Курсами Недолго В частности Где-то Месяц Потом Делается Перерыв Собственно Ферменты Тоже Должна Работать Коплексная Коплексная Аккурация А IGX IGX По необходимости IGX Это Смесь Растений Которые Активируют Работу Собственных Ферментов И при этом Помогает Расчетать То, что Мы съели Наши Ферменты Наши Белки Жиры Углеводы Которые Попали Там Вовнутрь Это Чисто Растительная Смесь Лады Папай Корень Имбиря Листь Мят Пепиличная Корень Допла Трава Лаберия Листья Мят Колосовая Трава Мят Кошачьей IGX Можете Принимать Перед каждым Приемом Пищи В всю Жизнь Вот этот Препарат Вообще Не требует Перерывов Можно Понимать Всегда Будете Помогать Собственной Ферментации Разгружать Свою Метную Систему А Пищеварительные Ферменты Если У вас Есть Дупия Если Есть Санфорт Если Недопереваренная Пища Если Запах В туалете Если Вы Проходите Программу Реабилитации ЖКТ Очищение Организма Если Есть То есть Если Есть Какие Вопросы Вы Добавляете Пищеварительные Ферменты Но Не Навсегда Понятно Локла О нем Вчера Говорили Вот Здесь На Локла Сверху Надпись Вы Тут Когда Посмотрите Называется Синер Про Это Запатентованная Смесь Специально Это Такой Мощнейший Пребиотик Который Для Развития Бактерий Обеспечивает Просто Колоссальную Среду Для Родка Развития Бактерий Запатентованная Смесь Локла Является И растворимой И нерастворимой Клетчаткой Поэтому Она Убирает Мусор Не только В кишечнике Но и в жировых Депо В жировом Депо И бактерии Бактерии Живые Это Очень Важно Не Этилизированные Невысушенные Живые Если вы засунете Парис Капсулы Вас укусят Они Может где-то Они заметите Но они попытаются Во всяком случае Их там много Три с половиной Миллиарда Живых Бактерий Дифиды Лакта Те которые Должны Жить Кишечники Поэтому Не ведитесь На модные Штаммы Где там Тысячи Всяких Штаммов В одной Капсуле Тонкий Кишечник Хотел бы Общаться С лактобактериями Толк С дефидом У нас и так Миллиарда Разных живут Там хватает Ребят Средним человеком Парисан Семь килограмм И порядка Трех килограммов Бактерий Кишечники Много Да Немножко Есть Обменно Исчезть клетки Так Метаболические Терменты Да Все что Внутри Тело Происходит Требует Терментов Абсолютно Все процессы Вот замечательная Крепочная мембрана Вот мембрана Метахондрии Это метахондрия Ну, условно Естественно Да Но мембрана Выглядит именно так Шарики Квостики Два ряда Есть Ворота Есть Белковая Ворота Есть Пассивная Дикудия Есть Цикл Крепса То есть Когда Образуется Единица Энергии Которая Необходима Для использования Для выполнения Любой функции Человеческого тела То есть Практически Любой Очень мало Функции У нас в теле Выполняется Без участия АТФ Как правило АТФ есть В частности Вот глюкоза Основной Источник энергии Правильно То есть Из нее Собственно говоря АТФ и производят Но при этом Чтобы глюкозу Произвести Клетка должна Ее зафиксировать Поймать Вот глюкоза Клетку попала Первое что делает Организм Это реакция Фосфорилирования То есть Он берет АТФ Отрывает Фосфор И превращает Крепословную кислоту В гиплофорную Оп Глюкоза убежать Уже не может Фосфорилирование Такая штука Которая Намертво Прикрепляет Метаболизму В этой клетке И дальше Эта глюкоза Используется Для производства АТФ Вот И здесь На всех этапах Участвуют Свои ферменты Без которых Собственно говоря Эта реакция Будет невозможна Мы с вами умрем Метахондриальная Дисфункция Чаще все Приобретенная Что я говорил Метахондрии Это электростанция Их много Если происходит Нарушение С метахондриями Будет нарушаться Сократительно Снижение Работоспособности Будет Диспозиция К депрессии Человек может Легко выходить У себя У него слабость Сентрация У память Все ухудшается Нет энергии И все плохо работает Был нормальный человек Стал какой-то злой Раздражительный Растеянный Неконцентрированный Задумывайтесь Это не обязательно Надпочечники Надпочечники Как синдром Метахондриальной Недостаточности Тоже такое бывает Да То есть Смотрите Нет вообще Органов Которые Не зависят От энергии Поэтому Намного влияет Окислительный стресс Если очень много Радикалов Будет Атаковать Клеточные Мембраны Это Приведет И к гибели Если гибель Будет Конкретных Клеточных Мембран В разных Органов Производить То мы создаем Условия Для развития Вот этих Огромного списка Метаболических Болезней И сахарный Диабет И образование Катаракты И вообще Старение Как болезнь И различные Проблемы в печени Проблемы Аутоиммунные Различные Процессы Лечит А утоиммунные Переедит Лечит 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 А восстановлением Метаболит И не занимается Создает условия Для Локализации Сахарных Радикалов Не работает С оксидантным Стрессом Да А есть разные Интиоксиданты Которые вчера Говорили Водорастворимые Жирорастворимые Субстанции Водорастворимые Особенности Они работают Перед Клеточной Мембраной И после Клеточной Мембраны Цитоплазм А жирорастворимые Работают На уровне Мембраны Катататейки Давай В самой клетке Каталаза Глутатиом Пероксидаза Это те ферменты Без которых Собственно говоря Энергия не образуется Название Можете не забывать Я переключу Супероксидисмутаза Мне очень Название нравится На самом деле Это важнейший Фермент Оксидант Который Нас спасает От свободных Радикалов Супероксидисмутаза Класс Препарат И вы знаете Что чаще Супероксидисмутаза Может работать С железом С медью С цинком С мамен В зависимости На том уровне Который Нам надо Но вот Цинк Цинк Это такой Препарат Который В частности В сублингвальной Форме Если вы будете Кушать Профилактически Никогда вы заболели Этот препарат Помимо того Что он поможет Образовываться Тестостерон У мужчин Препарат Который Будет работать С иммунитетом Регенерировать Слизистые Он будет Очень мощно Работать На Образование Супероксидисмутаза Сам цинк Такой препарат Который Можно Поднимать В маленьких Позировках Как у нас По одной Два Рассасываете Во рту И он Не конкурирует С другими Микроэлементами Он сразу Усваивается Туда Куда Надо Будет Каждую Бедку И активировать Вашу Антиоксидантную Систему Антиоксидантную Есть Такой Сертификат Все говорят Хорошо О чем Сертификат Орак Что это Такое Это Тест Наглистом Он звучит Как Oxygen Radical Absorment Capacity Он показывает Количество Соборных Радикалов Которое Может То или иное Вещество Удалить Из-за Дом Милитра Край На сегодня Этот тест Если брать Шкалу Орак И Замброду То Замброда Входит В топовые Продукты Во всем мире Замброда Это реально Эликсир Молодости Кто хочет Быть молодым Пожалуйста Вы этот продукт Можете Просто Заменить А кстати Фельтин Еще снижает Красное Вино Забыл Созак Но при При Увеличении Дозировки Вы резко Снижаете Функции Печени И у вас Нарушится Образование Очень многих Полезных Зависит От дозировки Вы аккуратно Экспериментируете На килограмм веса Рассчитать Да Какая ладошка Вот Какая ладошка Правильно То есть Все вино На Замброда Он говорит Отличный Под мясо Идет Замброда И под все Что угодно У них Замброда Это просто Такой Напиток Домашний И Если Можете Тебе Позволить Вы Этим Напитком Никогда Себя Не Передозируете Вы Добавите Себе Очень много Лет Жизни Если Будете Каждый День Пить Такой Интересный Продукт Который Нельзя Передозировать Это не Все Другие Антиоксиданты О которых Частично Говорили Витамин Д Всеми Любимый Который Продуктивную Функцию Поддерживает Защитная Формула Которая Олег Говорил Очень Важный Препарат В частности При Лучении Аутоимунного Тереотита Альфа-липоевая Кислота Это Профилактика Аденомо Представительной Железы Женщины Хотите Быть Частливыми Кормите Своих Мужчин Антиоксидантом Чтобы У них Не было Проблем С Представительной Железой Если У них Не будет Проблем С Представительной Железой И У вас Тоже Будет Всегда Хорошее Настроение Наверное По Разному Бывает Да Приходит Сексопатологу Женщина И говорит Доктор Вы знаете Во время Секса Мой муж Страшно Кричит Кричит Просто Невероятно Он говорит Я вас Позражаю Это Эмоции Значит У вас Все Хорошо В браке Это Вы Молодец Он У меня Будет Ладно Чтобы У вас Так Не было Покормить Уже Цинком И сами Кричит Да Активность Любого фермента Можно управлять Врачи Странно Не идут Я же Гинеколог Хочу Сделать Эстик То есть Смотрите Есть Три пути Управления На уровне Генома Но тут Нам с вами Тяжело Влиять Но На уровне Генома На уровне Биосинтеза Фермента В клетке Перенос Ферментов Туда Где Они Необходимы На уровне Регуляции Активации Фермента Дальше Питание Это Изне Мы с вами Можем То есть С помощью Правильного Питания Адекватного Мы можем С вами Либо стимулировать Ферментные Системы Либо И блокировать Ингибировать Ферментные Системы То есть Мы можем Очень многие Вещи Делать Готовые Ферменты С едой Можем Давать Которые Помогают Нам Переваривать Можем Добавлять Бактерии Которые Будут Вырабатывать Ферментную Систему И помогать Пищеварению Можем Давать Пробиотики Которые Пробиотики Которые Пробиотикам Будут Помогать Усваиваться Кишечники И опять Таки Работать Тормозят Работу Ферментов Я сказал В частности Для веганской Информации Бобовые Все Содержат Мощные Ингибиторы Ферментов Поджелудочной Железы Поэтому Если Бобовые Приготовлены Недлительно То есть Фермическая Обработка Бобовых Не происходила Длительно Вы можете Этими Ингибиторами Нарушить Функцию Своей поджелудочной Железы Резко Синдзитативной Своих Кищевых Ферментов Здоровья Это вам Не добавит Понятно? Дальше Поставщики Ферментов Ну понятно Они все Красивые Вкусные Дело В том Что Ну видите Как бы В нашем Организме В нашем Исследовании Которые Вырабатывают Всегда Только То количество Ферментов Которые Необходимо В данный Конкретный Момент Ферментов Конкретно Пищевых Соков Больше Ферментов Меньше Есть Вещество Надо с ним Работать Вырабатывается Фермент Сразу Быстро Если Фермент Не нужен Организм Экономит Белок Экономит Энергию Если Будете Давать Пищевые Ферменты Вместе С едой Вы будете Экономить Энергию Экономить Собственные Ферменты Это Продлить Вам Жизнь То есть Продукты Которые Содержат Ферменты Надо Перекрашенные Кисломолочные Для тех Кто Может Это Переносить Живые Это Пророщенные Дерна Это Живые Ферменты Это Кстати У меня Дома В Тарах Это Мы Дома Сами Выращиваем Микрогрин Не для Ресторана Для того Чтобы Лить Дальше Это То Что Я Говорил Легко Усваенный Белок Это Сырые Устрицы Это Сырой Татар Мясо Мясо И Морепродукты Должны Быть Высокого Качества Обследованные На Братья Наших Меньших Потому Что Можно Поесть Такой Допустим Вкусный Салат И Лечить Подолго Да Можно Это Рыба Сырая Рыба Суши Но Опять Такие Суши Суши Это Прекрасная Наш Рыб 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 Живет До С ним Потом Очень Дежало Работать Это То Что Ингибирует Выработку Ферментов Белый Греб Переставайте Кушать Орехи В маленьком Количестве Это Хороший Большой В отсутствии Ингибитор Ферментов При этом Орехи Содержат Много Омега 6 9 И Это Развивает Воспаление Омега 3 Снижает Воспаление Простагландина Омега 6 9 Развивает Поэтому Если Уже Есть Воспаление С орехами Пожалуйста Аккуратнее Сырой Картофель Имеется Ввиду Вот Это На Картофеле Выросло Вот Эти Вот Штуки Вот Они Полезны Это Единственное Что Полезно Картофеля Раньше Это Пламывали Масы Вот Это Оказывается Надо Есть Обрат Выбрасывать На То Что Снизу Под Эти Дальше Алкоголь Естественно Блокируют Ферменты Это Дальше Провисает Сейчас Подождите Это Очень Важный Момент Что Это Такое Это То Что Можем Повышать Активность Ферментов Про Печерительные Ферменты Мы С вами Поговорили Джекс Поговорили Есть Протеолитические Ферменты О которых Сейчас Скажу Есть Белковые Субстраты Аминокислоты Которые Являются Основой Производной Ну то есть Аминокислоты Для того Чтобы мы Могли Брать Белок Который Легко Усваивается В этих Коктейлях Находится Белок Который Не требует Энергетических Запрат Это На уровне Изолята А Аминокислоты На уровне Гидролизата Гидролизат Белка Это Усвоение Которой На 96% Происходит Вообще Без Энергозатрат Очень Сразу Мгновенно Поэтому И на кислоты Можете Добавлять Везде Хлорофилл Детоксицирует Обеспечивает Медью О которой Я вам Рассказывал Хлорофилл Содержит Медь Кальций Витамины Микроэлементы Бактерии Все это То о чем Мы рассказывали Так Протеазы Протеазы Работают С белками Что такое Белок Белок Это Оболочки Всех Бактерий Вирусов Это Белковые Субстанции Ну В том числе То есть Они Надо с этим Работать Надо Добираться До этих Товарищей Иммунным клеткам Облегчать Дорогу Поэтому На любые Патологические Организмы Без Практически Побочных Эффектов Работает Процелитическая Энзимотерапия Что это Такое Процелитическая Энзимотерапия То есть Расскепляет Чужеродные Белки У кого Есть Иносимость У кого Есть Хронические Воспалительные Процессы У кого Что-то Болит Неважно Где Что-то Кровит Что-то Не заживает И так далее Вам Стоит Позаниматься Ферментотерапией Какое-то Время Что Такое Еще Кстати Старые Фибриновые Связи Когда Организм Не может Упить Он пытается Замуровать Всегда Что-то Старые Фибриновые Связи Улучшения Миковой Популяции Тоже Делают Протолитические Ферменты Это Помогает Работе Иммунитета Разрушать То, что Вредно Участвуют В утилизации Поврежденных Клеток Участвуют В аутофагии Главные Принципы Первое Протолитическая Ферментотерапия Применяется Между Древмой Пищей То есть Два Часа До Либо После Чтобы Не тратить Силу Ферментов На Переваривание Пищи Раз Второе Дело в том Что Надо Кушать Достаточное Количество Этих Ферментов Чтобы Они Работали Чтобы Не говорили Что Надо Просто Да Вот Есть Протолитый Плюс Это Специальный Протолитый Комплекс Который Действует На Различные Вот Эти Белковые Агенты Которые Компания Рекомендует Принимать Между Приемами Пищи Принимать Длительно От Полугода Если Вы Хотите Работать Как Система Терапия Вот Энзимотерапия Вот Элтальмонологические Процессы Это Не менее Полугода Дозировки Не менее Другка В Три Раза В День А Можно Больше Если Можете Себе Позволить Между Приемами Пищи Две Три Раза Можно Больше Пищеварительные Ферменты Можете Одновременно На Фоне Протеаз Назначать Во Время Еды И Лизосомы Это Очень Важная Тема Что Они Делают Все То Что У нас В Клетке Использовалось И Поломалось Лизосомы Должны Переварить Понятно То Есть Они Убирают Мусор Такой Пылесос Который Убирает Мусор Продлевает Нам Жизнь Алтоп Ага Сон Японский Ученый Который Получил В 16 Году Нобелевскую Премию Он Доказал Что Когда Мы Голодны Цитоплазм Клетки Просто Спухает Вулкан Лизосом Они Начинают Резко Активироваться Переваривать Весь Тот Голодание Саму Клетку Может Переварить Тогда Клетка Разрушается Это Плохо А если Интервальное Голодание То Это Очень Круто Потому Что Это Позволяет Омолодить Организм Это Прямая Дорога К Сохранению Молодости Которые Вы Которые Вы Заинтересованы Сейчас Покажу Вот Вам Варианты Чередующего Голодания Вариантов Очень Много Каждый Выбирает Сто Своим Мне Нравится Вот Это Лучше Всего Это 16 Часовой Ночной Перерыв Ночью Мы Спим Если Мы Спим Есть Не Обязательно Логично Даже Если Работаем Тогда Дневной Перерыв Вы Всерк Когда Спите То Есть У Вас Кстати Кто Работает Ночью Вы Делаете Огромный Вред Своему Организму Человек Должны Были Об Этому Говорить Или Надпочечникам Женщина Ночью Работать Не Может Мужчина Может И Трактор Может А Женщина Нет Женщина Должна Отдыхать Ночью На Асфалье Иначе Вы Стощаете Надпочечник И у Вас Будут Проблемы Это Для Тех Кто Дежурит Врачи Это Наша Беда Дежурство Ночное Не Прибавляйте Здоровья Вообще Работа Ночная Меняет Организм Который Нарушает Вашу Циклическую Функциональную Сорганизм Будет Серегная Громодальная Проблема Вот Это Самое Идеальное Если Вы Это Сделаете Каждый День Это Годы Жизни Плюс Если Через День Ну Тоже Это Неплохо Вы Будете Меньше Болеть Энзимодиагностика Это Когда Мы Смотрим По Уровню Различных Энзимов Что Происходит В Каких Органах Какие Воспаления Да Вот Они Да Лактат Дегидрогеназа Креатинкеназа Это Мы Смотрим Тогда Когда Мы Ставим Диагноз Чтобы Понять Где Больше Происходит Есть Какое Соотношение С К ЛТ И Мы Смотрим Это Больше Печень Коражена Или Сердце Одна Картинка Придвичная Другая Картинка Это Уже Для Докторов То 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 Организм Человек Это Тонко Сбалансированная Система Организм Человека Можно Легко Сломать Ну Вы Знаете Вообще Легко Да Подсогнулся Поломался Это Ломаемся Мы Не Только Когда Есть Перелом В частности Мы Ломаемся На уровне Клетки На уровне Митохондрии На уровне Наших Ферментов Тех Активаторов Делаются Креатик Из которых Мы Не Можем Жить Поэтому Когда Вы Понимаете Свою Природу Когда Понимаете Что Надо Есть Что Есть Не Надо Как Располнять Дефицит Ферментов Как Работать С Антиоксидантами Как Работать Вообще В Антиэйджинге Тогда Скорее Всего Ваши Гормоны Будут Активны Гормоны Будут Активны Вы Будете Жить Долго Скорее Сего То Что Рассказывал Орех Результат Связанное С Раком Яичника Чтобы У вас Было Так Но Редких Производителей На рынке Которые Гарантируют Безопасность Поверьте Не все Так Хорошо На рынке Здоровья Как Рассказывает Реклама 90% Того Что Продается Желательно Не Использовать Потому Что Гигиенический Сокривикат Гарантирует Только То Что Вас Это Не Убьет А За По Безопасности Применения Беодоступности Эффективности И так Далее Уже Не Очень Поэтому Пользуйтесь Качественным Производителем Получайте Удовольствие От лечения Живите Долго Всем Спасибо